Всем привет, меня зовут Илья Бунин. 128 ударов сердца в минуту – фильм, как мне кажется, для творческих людей. Обычному зрителю, думаю, вообще не понравится, да и мне ряд моментов не очень понравился. В общем, сейчас разберемся, поехали. 128 ударов сердца в минуту – это драма о музыке, которую ставил дебютант Макс Джозеф. Фильм на самом деле называется «Where are your friends?» И это название, мне кажется, больше соответствует посылу. К сожалению, попыток поставить какую-то интересную картину в наше время все меньше и меньше. Все больше студии делают ставку на рентабельность, а следовательно и шаблоны, и предсказуемость. Поэтому драмы о музыке, театре, лично у меня вызывают большое желание посмотреть и проверить, может все-таки получится что-то необычное, потому как именно здесь еще можно попасть на хорошую картину. С таким ожиданием я и шел на фильм. Сюжет закручивается вокруг молодого диджея по имени Колу и его друзей. Все они типичные пацаны, которые мечтают об успехе и начинают к нему долгий путь. Правда, Колу более упертый и предприимчивый, чем его друзья, и чтобы достичь высот, он с утра до ночи работает над своим пробивным треком, которым хочет взорвать весь мир. И однажды ему подворачивается шанс, его замечает опытный звездный диджей. Но все становится крайне запутанным, когда Колу влюбляется в девушку-звезды. Знаете, ребята, история не эксклюзив, конечно, но мне она понравилась какой-то легкостью и простотой. В ней нет ничего нового. Обычный парень с мечтой влюбляется в девушку-диджей-звезды, который его может привести к славе, проблемы в отношениях с друзьями. Все это уже все видели. Но подана история непринужденно. Ощущение было, что смотришь кино про свой двор, что ли, про себя и своих друзей, про мечты и реалии. По сути, тут о самой музыке и вдохновении не так много. Я бы сказал, что это больше фильм об обычной жизни, о друзьях, о становлении личности и прохождении различных этапов, сложностей. Фильм приближенный к реальности, а не к пафосной американской сказке. Сюжет мне понравился, но вот сценарий местами был слаб. Особенно мне не понравилась любовная линия. Ну вообще какая-то животная получилась. Он просто увидел ее, она просто увидела, что он увидел ее. Они вместе насмотрелись друг на друга и все, любовь. У них даже диалогов по сути не было, которые заставили бы поверить в их зародившиеся чувства. Хотя это не любовная линия даже, это тупо животная страсть. И здесь она всячески красиво по-молодежному поставлена. В принципе и такое бывает, я что-то придираюсь к духовности, к каким-то там ценностям. Давайте просто жариться. Так же нелеп был любовный треугольник персонажей в целом. Ну такая хрень. Звездный диджей приютил пацана, дал ему надежду, а он бах кидает нового друга и имеет его девушку. Девушка то же самое, просто раз и изменяет своему звездному парню. Ну пипец, ребятки. По сути это мои придирки, потому что фильм можно сказать реалистичен и мало шаблонен. Еще мне не понравилось то, как пропагандируют наркоту и алкашку. Я не ханжа, но мне показалось это излишним. Хотя опять же, фильм как бы о жизни. Что касается музыки и диджейства, эта линия является основным скелетом сюжета. Но на удивление была суммарно короткой, но неплохой. Любители клубной музыки, да и музыканты, думаю, оценят то, как парень искал новое звучание, вдохновение. Как несмотря на сложности с финансами, шел к цели. В фильме мне понравились многие треки. Они в основном не фееричные, обычные, зато хорошо подобраны под разные эпизоды. В финале тоже не будет сверхкрутого трека, не ждите. Но зато он будет с душой. Еще мне ностальгические воспоминания навеял саундтрек, который был очень популярен, когда я был студентом. Он, кстати, так же называется, как и фильм. Where are your friends? В паблик его добавлю, если что. Персонажи в картине не шибко интересные, в основном карикатурные. Но это никак не портит впечатление. Из актеров, на удивление, мне понравился Зак Эфрон, который сыграл главного героя Коула. Несмотря на то, что Зак парень красавчик, обложка журнала, а такие обычно как-то раздражают своим пафосным видом. Сыграл он нормально и не раздражал вообще. На удивление, у него получилось изобразить обычного парня в маячонке с нашего двора. Зак, чтобы подготовиться к роли диджея, брал курсы миксинга у звезды, диджея Олеса. Олеса также во время съемок консультировал Зака. Еще понравился звездный диджей. Этот персонаж мне показался тоже очень интересным. И отражал образ зрелого музыканта в свой творческий кризис. Сыграл звезду хороший актер Уэс Бентли. Но мне кажется, сыграл он так себе. По сути, он больше даже бухал в кадре. В общем, Уэс Бентли еще ничего, но вот Эмилия. Насчет Эмилии Ротаковски ничего не могу сказать хорошего. Сыграла обычно, никакой мимикой и экспрессией здесь и не пахнет. Весь фильм она просто пучит губки. Да и вообще, ощущение было такое, что ей дали задание просто сиськами торговать. Режиссер, на мой взгляд, справился хорошо с дебютной работой. Картина нигде не проваливалась. Актеры в сцены вписались органично. Да и картинка, местами залитая солнцем, как-то наполняет позитивом. Но все же имейте в виду, я думаю, что обычному зрителю фильм не понравится. Более того, мне кажется, многие просто скажут, что он жутко скучный и даже заснут. Не понравится, потому что картина держится на образности. На каком-то легком, немного наркоманском вдохновении. На простоте. В картине местами практически нет диалогов. Она просто пытается поглотить вас атмосферой. Повествование вообще неспешное. У меня было ощущение, что фильм идет не полтора часа, а все два с половиной. Из драма-музыки, которую я смотрел относительно недавно, этот фильм мне больше понравился, чем хоть раз в жизни и Фрэнк. Короче, ребята, все, кто считает себя творческими людьми или с творческой наклонностью, можете посмотреть. Фильм неплохой. Не шедевр, как одержимость, но и неплохой. Что-то подчеркнуть для себя, порассуждать после сеанса. Самое то. Я лично после просмотра вышел какой-то воодушевленный и мечтательный. Главная фраза картины – самый лучший момент в жизни – это тот, когда все только начинается. По-моему, верное. Цените время, любите кино. Приятного просмотра. Пока. Причем, как ни странно, действия лысого агента выглядят самыми адекватными на фоне остальных героев. Главная героиня по имени Катя – это вообще нечто. Вот в эпизодах с ее участием я реально хватался за голову. В одной из сцен какой-то уголовник дает ей левый п...